Привет всем! Это ежедневный дайджест от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы продолжаем рассказывать о вторжении России в Украину, в частности в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии фронта. Динамика боевых действий на Донбассе увеличивается по всем направлениям. За минувшие сутки были обстрелы. Ракетные удары оккупационные войска нанесли по поселку Нью-Йорк Донецкой области. Там трое гражданских погибли, еще трое ранены. Вот такие воронки оставили российские обстрелы возле образовательных учреждений в Доброполье и Белозерском. В селе Ласточкино-Черетинской громады 27 домов повреждены. О жертвах пока информации нет. Глава Донеччины Павел Кириленко призвал жителей покинуть линию фронта и Донецкую область в целом. По его данным, на подконтрольной Украине территории региона без учета Мариуполя остается 370 тысяч человек. А в Изюм Харьковской области, из которого ведется наступление российских войск в направлении Славянска и Краматорска, приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщают военные журналисты украинского издания Defense Express. По их предположениям, Герасимов будет совершать командование оккупационными войсками на Донбассе, ведь его должность предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это и может быть свидетельством, что российское руководство всерьез сосредоточено на одержании каких-либо тактических побед на Донбассе. Как вы думаете, действительно ли Герасимов прибыл в Украину и удастся ли России захватить всю Донецкую и Луганскую области до 9 мая? Напишите в комментариях, а также поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выпуски новостей Донбасса. В Мариуполе ситуация критическая. Территория комбината «Азовсталь», где продолжают держать оборону украинские военные и укрываются гражданские. За минувшую ночь порядка 50 раз была обстреляна российскими войсками, сообщает полк «Азов». Авиаудары, в том числе и фосфорными бомбами, разрушили полевой госпиталь, в частности операционную. Есть раненые, контуженные и погибшие. Более того, 100 тысяч людей в Мариуполе грозит смертельная опасность от эпидемий, сообщает городской совет. Из-за повышения температуры воздуха и отсутствия водоснабжения, канализации и разложения тысяч трупов под завалами могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии, среди которых дизентерия, холера и кишечная палочка. Окупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом, а не блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать, ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация. Темой эвакуации людей из Мариуполя активно занялись в ООН. Об этом сообщила координатор кассистемы ООН в Украине Аснат Лубране. Я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся. Окупанты продолжают уничтожать коммуникации в Луганской области. Лисичанг, Северодонецк, Рубежная, Попасная, полностью без воды. И до конца военных действий восстановить ее не получится из-за обстрелов, сообщает глава области Сергей Гайдай. За сутки 17 жилых домов в области разрушено. Четыре человека ранены, еще четыре погибли. Эвакуация из области продолжается. В оккупированном Донецке два крупных рынка «Меркурий» и «Сокол» попали под обстрел. По меньшей мере, пять человек погибло, 23 человека ранены, сообщают представители группировки ДНР. Также вечером появились видео о последствии ударов по центральному району в Макиевке, в районе автостанции Плеханово. По предварительным данным, пострадало три человека, один из них – ребенок. Тем временем, группировка ДНР заявила о, как они говорят, непростом решении – не проводить парад 9 мая в Донецке. Главарь боевиков Пушилин сказал, что, во-первых, это сейчас может быть опасно, а во-вторых, провести его хотят, когда захватят весь Донбасс. Представители российских прокси признали, что отправляли в бой фактически с голыми руками незаконно мобилизованных мужчин из Ордло. То, что не раз уже утверждали украинские правозащитники и юристы, представители группировки подтвердили в эфире у одного из российских пропагандистов. Поэтому нормально, хорошо воюют ребята. При этом они изначально, конечно же, обеспечивались хуже, чем регулярные наши войска. Но в бою, мне еще один парень несколько дней назад рассказывал, в бою они очень много добыли трофеев серьезных по экипировке, амуниции. То есть уже полегче в этом плане. Жителям Донецка запретили посещать кладбище в прифронтовых районах из-за неразорвавшихся боеприпасов на этих территориях. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин. В частности, рекомендует отказаться от посещения городских кладбищ в Киевском, Кировском, Петровском и Куйбышевском районах. А это все на сегодня. Но больше новостей оперативно для вас в нашем телеграм-канале Дежурный по Донбассу. Тут на ютубе ждем вашу подписку и комментарии об обстановке в ваших городах. Все будем читать и реагировать. Нажимайте на подписку, а также посмотрите другие наши свежие ролики.